Привет-привет, любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике хочу с вами поговорить на ту тему, что нам ждать от следующего месяца, конкретно от июня 2024 года. Голова нацполиции, військовые завязанные, которые пребывают в Росшику ТЦК полиции, туда и доправляют. А сейчас, пробив течи, ведь полицейских может застосовывать и ссыла. То есть руководитель национальной полиции предупреждает людей, что будьте готовы к тому, что сотрудники полиции будут работать в тесной связке с сотрудниками центра комплектования. И вот эти видеоролики, которые я уже не раз публиковал в моих телеграм-каналах, будем честно сказать, полиция действует решительно, полиция действует вместе с сотрудниками центра комплектования и помогает им забирать, похищать людей с улиц. Сегодня у Хускому ТЦК деяким человекам, которые пришли для анновления данных, сразу выпусали штраф 17 тысяч гривен. И ось такая бумаженца. Это, друзья, наверное, к продолжению моему вчерашнему видеоролику по поводу того, где я разбирал все по поводу штрафов. Хочу заметить, что если вы не смотрели данное видео, перейдите и, пожалуйста, посмотрите его. Соответственно, вот такие вот штрафы уже начали выписывать. То есть надо быть готовым, что и в других центрах комплектования как раз уже в следующем месяце, если человек по какому-то вопросу не приглянется ТЦКшникам, то они могут впаять вот такой вот штраф. Особо от себя, как от юриста, хочу заметить, то, что вы видели на фотографии, это не юридический документ, это юридический развод, будем говорить честно, потому что должно быть постановление, и постановление имеет право создавать только лишь начальник центра комплектования, а не какие-то там сотрудники, аферисты, не знаю даже, каким их словом назвать, те, кто работают в этом ТЦК, выписывая какие-то бумажки. И должна быть соблюдена процедура, а не просто так на шару, как это говорится, выписали какую-то бумажку на лоха. У меня, дорогие друзья, честно сказать, сердце и душа болит за нашу страну, за наш народ. И самое противное, что угнетают нас не какие-то там россияне, не еще кто-то там, а это конкретно делает наша власть. Друзья, дорогие друзья, то видео, которое я просто, у меня сердце разрывалось, я видел с города Харькова, оно есть в моем телеграм-канале. Там ситуация очередное похищение человека с улицы сотрудниками центра комплектования. То есть, понятно, все на свете нарушено, что только можно нарушить, и человека похитили. Данные видео, конечно, являются не форматом, но я хотел бы, чтобы вы по мере возможности тоже это все посмотрели. Есть эти видеоролики в моем телеграм-канале. Ссылочка, как всегда, будет на видео в описании к этому видео. Соответственно, дорогие друзья, перейдите и ознакомьтесь. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Особо, друзья, хочу заметить, что в этом видеоролике будет ряд новостей, будем говорить так, региональных. То, что будет у нас, как говорится, в следующем месяце. И город Киев уже, понятно, тоже здесь это все не могу показать. Есть информация и есть ему, естественно, видео подтверждение. Реценея пальца же-то мы все высасываем с Вовчиком вместе. Что сотрудники полиции с ТЦКшниками уже прямо на улице Киева пакуют человека, загружают его в бусик на изламности и везут, чтобы он в дальнейшем мог исполнить долг перед Родиной. Поэтому, друзья, как я понимаю, что в бусик на изламности Киев был до этого достаточно спокойный регион и уже, возможно, докатится в полном объеме до города Киева. Потому что там, вы же знаете, что ситуация была достаточно спокойная. Не такая, как в регионах, особенно в Одессе и в Закарпатии. Вот такой вот скриншот из базы Резерв Плюс распространяется в интернете. То есть, соответственно, есть информация в некоторых телеграм-каналах. Она мною не проверена и не опровергнута. Но я, честно хочу сказать, об этом предупреждал ранее, что когда будут создаваться эти электродные базы, в частности, Резерв Плюс, понятно, что данные базы будут пытаться, естественно, кто-то продать, чтобы заработать яку себе копичину. Это я, естественно, намекаю здесь на сотрудников центра комплектования. В тот же момент государству, нашей власти, надо как-то кормить сотрудников полиции, сотрудников ТЦК, пограничников, СБУ и прочих многих силовиков, в которых количество только лишь постоянно увеличивается, и их набирают все больше и больше того, чтобы держать, как говорится, людей крепкими руками. В связи с этим понятно, что будет поднятие налогов. Как, я не знаю, что там они отдаривать, с кого собираются, но пошли по простому пути, потому что с этими налогами все это сложно. И, в первую очередь, понятно, что сейчас электричество отключают, и, как говорится, если повысят его стоимость, то такая будет, скажем так, замануха. Вот сейчас вы сидите без электричества, а как раз вот с следующего месяца повысим стоимость, и не будем его так часто выключать. Может, вообще его выключать не будем, это самое электричество. Обещают повысить, я уже в моих видеороликах говорил, чуть ли не в два раза. Вот такая вот помощь от нашей власти, народу в непростое военное время. НДС и военный сбор повысят и введут для ФЛП единщиков. Это к продолжению вопроса, связанному с ростом налогов. То есть, пан Гетьманцев, понятно, что это он не от себя вещает, а оттуда сверху ему дают такие разнарядки, рассказывает о том, что надо крепчать, надо затянуть, как говорится, пояса потуже, и потому что время сейчас же непростое, полицию, повторю моему, из ТЦКшникова и всех остальных надо кормить, а кушать они привыкли хорошо. Поэтому, соответственно, давайте поднимем налоги. То есть, это здесь коснется не только, как говорится в этой статье, физических лиц, предпринимателей, бизнеса и так далее, просто элементарные примеры, сделки с недвижимостью, делайте сделку, что-то купили, продали, то есть, заплатите так называемый военный сбор. То есть, там где-то что-то НДС тоже добавит. То есть, понятно, что это все приведет к одному, что цены будут у нас, дорогие друзья, расти. Рада схвалила законопроект про заборону эвакуации авто инспекторами с паркувания на час войны. Ситуация здесь, друзья, достаточно простая, я считаю. И, кстати, правильная. Хорошо, что Верховная Рада, я хочу заметить, приняла такой законопроект, согласно которого запретят, хотя бы во время военного положения, во время войны, забирать, эвакуировать транспортные средства. Штрафы штрафами пусть выписывают, но в тот же момент эвакуировать, забирать право не имеют. Это все тоже, понятно, начнет действовать с следующего месяца. НБУ впервые поднял курс доллара выше 40 гривен. Официйный курс наближается до 40 гривен, 70 копеек за один американский доллар. Я думаю, что каждый человек понимает, что все этот рост курса доллара связан с махинациями. Естественно, я всегда говорил, что вся эта валюта, она на самом деле очень хороший способ для махинации. Заходит доллар за границу в виде помощи, в виде там еще чего-то, значения не имеет. Его берут, курс брум, подняли соответственно. И получается, можно на те же доллары больше заплатить зарплату, больше решить каких-то вопросов, поэтому этот курс доллара является механизмом. Кроме того, на курсовой разнице очень неплохо там можно мутить денежные средства. И вот этот вопрос гривна-доллара, все, что я говорил в одном из видеороликов, что надо сделать элементарную реформу, отказаться раз и навсегда от гривны и ввести вместо него, что у нас было в Украине, как в многих странах, которые даже не являются членами Евросоюза и к США не имеют никакого отношения, евро как главную платежную валюту. Давайте, дорогие друзья, чтоб не было уже совсем грустно в конце небольшую минутку юмора. Кабмин, вымогая від чоловіків за кордоном повернутися в Украину и стати на військовый облик до 16 червня. Громадяны Украины, які були зняти з військового облику в зв'язку з выбыванням за межи Украины на строк больше трех месяцев, зобовязаны протягом 30 днів с дня набрання чинності постановы КМУ-563, стати на військовый облик шляхом особистого прибуття до ТЦК. Я, честно говоря, вот вижу именно, как люди, особенно посмотрев мой видеоролик, посмотрев, к примеру, то, что у нас в Телеграмах постят, где там жлобы эти из полиции, из ТЦК в десятером крутят человека, бьют его, бьют его на улице, прилюдно, все снимают, им плевать абсолютно. И вот ЧТК это видит и думает, сейчас я вернусь. Потом вот смотрит, а еще решили и подоить, мало того, что избить, так еще и подоить на налоги. Подоить там просто, растоптать, наплевать, уничтожить. Вот единственное, что я, забрать, оштрафовать, отправить на фронт. Единственное, что я слышу от нашей власти. И, конечно же, человек, я просто уверен, что сотни тысяч людей сразу же, особенно после просмотра моего видеоролика, и после того, я специально зачитал эту новость на мою аудиторию, соберутся, подпоясаются и вернутся. Просто это даже бесспорно. Вот Вовчик, как говорится, не даст соврать, как свидетель всех моих видеороликов. Ну что, дорогие друзья, такие, честно сказать, поганые новости, я по-другому не могу сказать, но все равно хочу, чтобы вы знали и понимали ту ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в нашем государстве. Поэтому, друзья, если вы еще не подписались на мой YouTube-канал, обязательно сделайте это, сделайте мне приятно. Давайте, друзья, всего самого наилучшего. И эти бизнесы спокойно, с июля месяца готовы кредитоваться. Будут ли люди с других стран смотреть и хотеть вернуться в Украину? Да никогда, никогда они не захотят. Тем более, по новому закону, все дети украинцев должны будут в Польше учиться в польских школах. Обязательно. Это уже интеграция на полную. Кто бы там что ни говорил. Министр обороны говорил, что мы, может, Украине поможем вернуть людей, которые закончили паспорта. Вчера начали, я уже посмотрел, начали выдавать первые проездные документы в Польше этим людям. У которых закончились паспорта и документ наш украинский, им сказав до побачения, с кулебой, полудурком, по-другому его не назовешь. И к обменам. Вчера в Польше начали выдавать проездные вот эти документы. То есть, никто никого, не то что депортировать не будет, уже официально их легализовали. Продолжение следует...